Привет! Сегодня тема АСПК. Я лично пережила этот опыт, поэтому знаю, о чем буду говорить. В ноябре 2020 года я состояла на учете в Центре занятости. И сотрудник Центра занятости мне посоветовала подать документы на открытие ИПО, если у меня есть какие-то мысли по этому поводу, то государство готово выделить мне 140 тысяч рублей на индивидуальное предпринимательство. Но также предложила обратиться еще в САБЕС, они до сих пор существуют, чтобы оформить на себя как малоимущая. Вдруг я по доходам прохожу как малоимущая, и там одобрение до 250 тысяч рублей. В общем, я последовала ее совету, собрала все бумаги, сходила в САБЕС. Это был ноябрь 2020 года. Я подала туда все документы, их приняли. И так как я в тот момент не работала, меня, естественно, оформили как малоимущая. Вот. Меня такая окрыленная ждала, что вот-вот меня сейчас вызовут на эту комиссию, я буду защищать свой бизнес-проект, бизнес-план, и мне одобрят деньги, я буду бизнесменом. Тут все было. Сейчас, июль 2021 года, меня до сих пор никто никуда не вызывал, честно. Уже один раз в марте или в апреле я пересдавала документы на малоимущую. То есть мне говорили, вот-вот, подожди, там финансирование сейчас придет. Ну, вот сейчас июль. Мне вновь позвонили, чтобы доздать документы. Честно говоря, мне не верится. Ну, как бы я серьезно, я не верю, что я пройду. Во-первых, здесь есть два фактора. Первый фактор. Ну, потому что уже прошло достаточно больше восьми месяцев, да, если посчитать, там, с ноября. И до сих пор никто меня никуда не вызывал, только бумажки доздать. Это раз. А во-вторых, второй фактор немаловажный. Я уже работаю, я думаю, что по своим доходам я уже не пройду как малоимущие. Смысла в этом тоже нету тратить свое время и их. Это два. А что же, третье? А еще что-то было у меня третье. Ну, что-то было у меня еще третье. В общем, вот. Честно говоря, программа, возможно, и классная, но, как показывает результат мой, что на мне она не сработала. А, третий фактор. Я же работаю. Опять же, раньше, в прошлом году еще АСПК, адресная социальная помощь, давалась только неработающим гражданам. То есть, если ты не работаешь, ты давали либо на развитие бизнеса, на открытие его, либо там на сельских, фермерское хозяйство, либо просто поддержать тебя финансово, потому что у тебя вообще денег нет. Вот, сейчас, с этого года, АСПК в Башкирии, я не знаю, как в других регионах, выдается еще и работающим гражданам, если они проходят как малоимущие. Вот, тут-то из-за ГОСК. Как бы я работаю, но я сомневаюсь, что я пройду как малоимущая. И почему это все? Есть определенная программа, да, АСПК вроде бы как мы можем ей воспользоваться, но почему-то мы ей не можем воспользоваться. Кто-то, может быть, и может воспользоваться. Мой опыт не может почему-то. Но дело в другом, что мне это зашло, и я благодарна, что я об этом узнала по одной простой причине. Я научилась составлять бизнес-план. Бизнес-план – крутая вещь, вот просто нереально крутая. И если вы планируете какой-то бизнес, скачайте форму с интернета и попробуйте ее заполнить честно. Вот прям честно, без всяких пристрастий и фантазий ваших. Потому что заполняя бизнес-план, мозг начинает настолько шевелиться, настолько мысли у тебя в голове начинают бегать, потому что это бухгалтерия. Ты реально просчитываешь рынок сбыта, сколько ты с этого заработаешь, сколько ты с этого потратишь. То есть все, у тебя башка начинает работать. И это уже не так, что ты там решил, допустим, ну, я не знаю, вязать варежки, продавать их на рынке, и считай, что с этого стоишь миллиардером. Или там маникюрный салон, да, как у меня был опыт. Вот, когда ты начинаешь составлять бизнес-план, ты вот это все просчитываешь, и ты видишь, что ты уже заранее понимаешь, что ты либо уйдешь в минус, и этот бизнес провальный. Либо ты с этого что-то действительно поимеешь. То есть там ты рассчитываешь все свои расходы на помещение, на зарплату людей, на налоги, на расходники. Полностью все. На рекламу, маркетинг и так далее. И опять же ты просчитываешь, кто твой потребитель. Почему ты считаешь, что это будет твой потребитель? Сколько они будут у тебя покупать продукции? Через сколько времени ты выйдешь хотя бы в ноль? Потому что, как известно, ты же спера вкладываешься в свой бизнес. И по правилам СПК сегодня тебе до 250 тысяч рублей. У тебя минимальный ежемесячный заработок. То есть доход чистой прибыли должно быть не меньше 14 тысяч рублей. А по факту, ну там, наверное, 1050 ты должен ежемесячно получать еще того, чтобы покрыть свои расходы. Если ты не будешь покрывать то, сколько ты затратил на свой бизнес, это не считается прибыльным бизнесом. Вот. Поэтому довольно-таки интересная вещь. Рекомендую попробовать, если вы знаете, что вы по доходам не пройдете. Ну, в смысле, пройдете наоборот. На СПК то, что город такая возможность появилась работающим давать. У кого-то может быть действительно вообще смысл этого всего – помочь населению из этого уровня выйти чуть повыше. Если получилось попробовать вытянуть себя в ситуации бедняка. История хорошая, но почему-то она не очень хорошо работает. Ну, по крайней мере, вот в нашем регионе. Но я действительно очень благодарна, потому что запустили вот этот вот маятник, что нужно что-то делать. И, естественно, государству уповать не нужно. Просто сама система, как это все работает. Составить бизнес-план, все рассчитать. То есть, помимо того, что государству помогают, есть же еще и кредиты. Можно взять что-то в кредит. Ну, естественно, желательно не брать миллионы в кредит, не просчитав свой бизнес-план. Потом понимаешь, что ты его нифига не отдашь. В том-то и кайф как раз-таки бизнес-плана, что ты все рассчитываешь. Там, кстати, есть такие пункты – твои деньги, заемные деньги. Ну, либо деньги, то есть, это дает государство. Вот. Рекомендую. Попробуйте. Может быть, АСПК, но как бизнес-план вообще, если есть в голове какие-то мысли, попробуйте скачать и рассчитать. Удачи!